Приветствую вас, и можно было бы, конечно, занять позицию такую, что сказать вам, вот вы знаете, действительно, ваша сестра, у нее дети, она на двухкомнатной квартире, а вы, одиночка, вам сойдет и меньше живу. Значит, на самом деле, в этой ситуации я занял бы вашу позицию, то есть вашу сторону, и сказал бы так, справедливым было бы решение мамы, вне зависимости от того, у кого из вас какие обстоятельства, поровну вам определить, жилые площади. То, что она дает вашей сестре большую площадь, не является в данном случае справедливым, потому что так или иначе дискредитирует вас при любом раскладе. И здесь вам нужно определяться лишь только исходя из своих личных предпочтений, то есть вы по своим внутренним оценкам считаете это неоправедливым, если так, то тогда никаких проблем. Нужно сказать откровенно вашей маме, что вы считаете эту базу неправильной, что вы считаете, что так быть не должно, что вам положено столько же, сколько из сестра вне зависимости от положения, потому что вы, например, легко можете встретить мужчину и забеременеть и все это может быть. Почему ваша мама не думает о будущем, поэтому это нечестно. Если вы считаете так, то эта точка зрения имеет полное право на существование. То есть вам не нужно опираться на советы других людей. Вот то, как вы считаете правильным, вы уже взрослый человек, вы уже достаточно опытный, мудрый, чтобы знать, что хорошо, а что нет для вас лично. И защищать свои интересы и ваша прямая обязанность, потому что если вы этого не сделаете, вы этого никто не сделает. И в рамках защиты ваших интересов подобная позиция является самой верной. Самой верной будет та позиция, которая защищает ваш интерес. То есть, по сути дела, сказать, что вы не согласны с мнением вашей мамы. Если вы этого не сделаете, то будете чувствовать себя обделённой, униженной, оскорблённой и так далее. А так она хотя бы будет знать, что вы не согласны с ней и может переосмыслить, переоценит своё решение и примет более лояльное, более справедливое такое, что бы устроило бы всех вас мест. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам удачи и всего доброго.